Изъять и закрыть. Пермские зоозащитники решительно настроены ликвидировать так называемый кота-бизнес. Активисты уверяют, что четвероногие в таких коробках находятся в плачевном состоянии и спустя некоторое время умирают. Нездоровый вид питомцев отмечают и пермики, приобретавшие животных на уличных точках. Они пичкают их, потому что я когда взял щенка, ему было полтора месяца в коробке, я его вез на автобусе, он два раза вывел. Я его на улицу, он на ногах еле стоял, он был вообще невменяемый. И то есть два дня он у меня обходил. Рейд по так называемым коробочникам зоозащитники начали с основной точки перехода у центрального рынка. Проблем с конфискацией усатых полосатых не возникло. Продавец, увидев камеру, скрыл из места продажи. Каких-либо ветеринарных справок, подтверждающих, что питомцы здоровы, а также документов о принадлежности у этих дельцов нет. Животные ютятся в общих коробках и в жару, и в холод. Для того, чтобы животные были в нормальном состоянии, их нужно нормально кормить и нормально лечить. Когда зообизнеса не существует, есть зоозащита, или ты защищаешь животных, их надо защищать. А там, где идет бизнес, там кончается защита. После изъятия бедолаг у коробочников, зоозащитники и волонтеры отправились в ветеринарную клинику, чтобы оценить состояние вызволенных животных. Вердикт специалистов подтвердил опасения активистов. Мышцы вообще нет. Мышцы отсутствуют. То есть кот, сколько он голодный сидит, я не знаю. Идет поражение центральной нервной системы. На каком фоне, я не могу сказать. Или это может быть какая-то травма, или отравление, или просто у него, он уже, до такой степени ощущения, что он уже сил нет у кота, просто ходить. Общественники призывают запретить такой способ раздачи и продажи животных на улице и сейчас готовят обращение в суд с официальным заключением ветеринаров о состоянии здоровья питомцев. Кроме того, в ближайшее время они планируют провести еще несколько аналогичных рейдов. Конфискованные четвероногие отправятся в Центр реабилитации животных. Евгения Караксина, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.